Национальный телевизионный проект Еврофест продолжает рассказывать о жизни и творчестве славного белорусского парня Дмитрия Колдуна. Именно он, молодой, красивый и талантливый, в этом году представит нашу страну на международном конкурсе песни Евровизни 2007. Сейчас жизнь молодого певца расписана по минутам. Итак, в эфире еще один эпизод из жизни Колдуна. День 15-й. На повестке этого дня три страны. Македония, Черногория и Греция. Тяжелая неказистая жизнь транзитного артиста. Мы находимся сейчас в Югославском аэропорту. Бог знает где. Ну, в общем, самое главное, что есть скамеечка, на которой можно прикорнуть на часок. И есть перила, за которой можно взяться вот так вот одной рукой и поднять все свое туловище, чтобы продолжить свой путь. Но мы сейчас находимся в этом аэропорту одни, поэтому можем себе позволить отвернуться от камер и поспать. Да, действительно нелегко приходится сейчас Диме Колдуну. А вы что думали? Это только звучит романтично и красиво. Промо, тур, экзотические страны. Дима в них успевает видеть только аэропорты и концертные площадки. Но обо всем хронологическом порядке, так сказать, как это было. Страна номер один. Македония. Итак, я думаю, что если бы мы этот сюжет сняли где-нибудь в районном центре Беларуси, я думаю, никто бы не усомнился в том, что мы находимся в Македонии. Но мы действительно на самом деле в Македонии. Это здание Македонской телерадио-компании государственной. Вот, первый канал. И сегодня где и состоится непосредственное мероприятие отбора из 15 участников конкурсной песни. Это состоится где-то в концертном зале, в каком-то огромном, на котором буду выступать я. И вот так же, как и на Кипре, как и в Мадриде, как и везде, буду выступать в прямом эфире, с балетом, но уже во второй раз. Мы вчера прошли боевое крещение на Кипре, и поэтому сегодня у нас все будет супер. Здесь снималась третья часть знаменитого блокбастера Пила. Вот именно к этому месту, к этой батарее был прикован ее главный герой, которому пришлось отрезать себе ногу. Вот такая у нас гримерка. В общем, ездим по полной программе. Если кто-то еще не верит, что мы находимся сейчас в Македонии, а кто-то думает, что мы находимся сейчас где-нибудь в пригороде Хойников, то вы ошибаетесь. Мы действительно находимся в Македонии. У вас столица? Пускай. Концертное шоу в Македонии проходило в прямом эфире, в самом большом концертном зале страны, который рассчитан всего на 700 мест. Здание, как оказалось, очень древнее и страшное. Среди гостей концерта, помимо Димы, приняли участие прошлогодняя представительница Македонии Елена Ристевска, а также представитель Хорватии в 2005 году Борис Новкович. Как прошло выступление? Все прошло на высоте, как обычно. Как он еще может пройти? У нас был замечательный номер. Девчонки были просто супер, и это не могло не отразиться на ходе выступления. Мы, как всегда, всех порвали, вышли и порвали запросто. Система двора исполнителя была достаточно стандартна. На сцене выступали 15 финалистов, а зрители голосовали за того, кто поедет на Евровидение. Конкурсантов пришли поддержать их друзья и коллеги. Для каждой из команд конкурсантов в так называемой зеленой комнате за сценой был приготовлен стол. Все это как бы имитация зеленой комнаты Евровидения. В борьбе победила певица, хорошо известная во всех странах бывшей Югославии, Каролина Гочева. Ну вот и закончился еще один гастрольный день Дмитрия Колдуна. Сегодня мы были в Македонии. Это был город Скопье. Следующей страной, посещенной юным колдуном, стала Черногория. Город встретил Диму теплым весенним дождем. Дождь – это всегда к счастью. Дима, как всякий представитель белой магии, в приметы верит. Но на всякий случай, чтобы закрепить успех и накликать удачу, решил поиграть в победителя. Как это делается? Очень просто. Нужно взять хорошую песню известного исполнителя, которому уже улыбнулась удача на Евровидении. И тогда «Невозможное возможно». Это не точно невозможное возможно. Сойти с ума влюбиться, так неосторожно. Отборочный тур на Евровидении в Черногории – это выступление десяти участников телестудии и зрительское голосование за одну из песен. Во время того, как кто-то выступал в студии в прямом эфире, все остальные участники, как и в Македонии, смотрели шоу и с волнением ожидали результатов. Наш Дима был единственным гостем концерта. Ему предоставили почетное право исполнить три песни. Несерьезно, прости за все и, конечно же, «Work your magic». После того, как он вышел из студии, зеленая комната взорвалась аплодисментами. Признание профессионалов дорогого стоит. Продолжение следует...